23 февраля это дата, когда вспоминают о подвигах ушедших героев и чествуют людей, которые неоднократно доказывали право называться защитником Отечества. Один из таких, люберчанин Сергей Павловский, принимал поздравления от главы городского округа. В гостях у воина-интернационалиста побывали и мы. Он тот, у нас вичонка, тут включает. Можно сказать, пехота. За событиями на Украине Сергей Павловский следит вместе с сыном. 12-летний Кирилл пойдет по стопам династии и тоже станет военным. Вдохновили рассказы о дедушке-летчике-истребителе и папа, который изредка рассказывает о своем боевом пути, но делится только позитивными воспоминаниями. Я рассказывал нам об разных историях, как они там с собачками играли, гуляли. У папы было там три овчарки. За плечами у Сергея Витальевича учеба в Московском высшем общевойсковом командном училище имени Верховного совета РСФСР и должность командира роты в комендантском полку. А потом война в Афганистане, где он два с половиной года занимался сопровождением военных колонн и Чернобыльская АЭС, где пришлось бороться уже с невидимым врагом. Ты заходишь на территорию, ты не знаешь, что там. И когда ты чувствуешь только присутствие вот этого заражения, это во рту привкус металла. И когда солдаты разберегаются, у меня получилось так, что у меня было 29 лет, а у меня батальон был из солдат, которым было по 55 лет. Ну, сами понимаете, молодой и такой контингент. Весь путь Сергея Павловского отражен на его кителе. Орден за службу Родине в вооруженных силах СССР, медали за отличие в воинской службе, воину-интернационалисту, участнику ликвидации последствий аварий на Чернобыльской АЭС и самая дорогая для него – за боевые заслуги. Дай Богу здоровья, чтобы такая энергия. Вы же сейчас на «Звезде» работали, чтобы коллектив «Звезды» профессиональный, такой сплоченный. Хороший коллектив. Да, это даёт и сил, так, по-мужски, по-настоящему, и энергию позитивную, чтобы она всегда была, чтобы здоровье не подводило. Ну и с 23 февраля с наступающим. Спасибо большое.